Я первый раз перед девочкой играю. И что поменялось? Так, всё, сейчас всё серьёзно, без всяких масок, а то пореже стали узнавать. Видимо, забыли, как выгляжу, а я шичу. А, друзья, все привет, вы на канале Акстар, и сегодня я не буду притворяться новичком под маской малыша. Как всё сложно. Вот, посмотрим на реакции преподавателей, думаю, получится круто. Я знаю, что вышло круто, я уже в конце это записываю. И в целом, под видосами с малышами очень классный актив, спасибо вам большое за это. И давайте 100 тысяч лайков, как под прошлым видео, и я делаю четвёртую часть. Ну, а пока я для вас готовлю очень классную рубрику, которая в скором времени появится на канале. Вот комментарий с прошлого видео, хорошее, самое лучшее. Оставляй свой, и, возможно, он попадёт в следующее видео. Не забывай про лайки, подписки, колокольчик, короче, всё, ты знаешь. Приятного просмотра. Расскажи немножко о себе. Меня зовут Паша. Я живу в Санкт-Петербурге. Угу. Угу. И хочу играть на гитаре. Так, скажи, пожалуйста, у тебя же уже есть инструмент, верно? Да, есть, конечно. Хочу играть... Конечно, устраивать гитару, давайте расскажем. Научился. Ну, я играл на гитаре. Ага. Вот. Угу. И гитара есть у меня. Сейчас покажу. Давай, давай, я жду. Я играл, но я вот без преподавателя занимался, я не знаю, насколько хорошо. Ага, хорошо. Так, а расскажи, пожалуйста, как ты учился? По видео на... На... На интернете... В интернете. По видео в интернете. Отлично. Расскажешь, что ты научился делать? Зажимать лады. И играть правой рукой. Анекдот еще прочитал. Про... Про гитару. Отлично. Могу рассказать. Ну, давай, анекдоты и приступим. Давай. Приходит мужчина в цирк, подходит к директору и говорит, у меня есть хороший номер, там медведь поет, а крокодил играет на гитаре. Его спрашивают, а как вам удалось их, ну, надрессировать? И он говорит, конечно, это обман. Медведь просто рот открывает, крокодил поет. Замечательный анекдот. Отлично. Ну, давай тогда приступим к занятию. Давай для начала разомнем руки, пальцы, разогреем, так сказать, чтобы нам было удобнее играть. Готов? Да. Отлично. Смотри, простое упражнение. Давай поближе покажу. На каждом ладу зажимать и бегать, как паучок. Так, упражнение называется паучок. То есть зажимаешь пальчиками, играешь, быстренько пук-пук-пук-пук-пук-пук. И немножко разминаешь свои ручки. Понял? Да. Давай попробуем. Я вообще хочу научиться играть. Четвертая, третья струна на втором. Хочу научиться играть на гитаре так, чтобы девочкам нравилось. Правильно. Девочкам будет нравиться. Молодец. Так, ну давай попробуем. Будем играть три аккорда. А, Э, С и Е, Э. Итак, А, Эм аккорд на четвертой струне. Отлично. Значит, попробуем сыграть, чтобы проверить звук. Так, хорошо, отлично. Давай следующий аккорд, за ним С. С, С, я знаю, да. Немножко аккорды тоже разберу. Ага. Давай. Отлично, замечательно. Давай теперь попробуем с боем это поиграть. Самый простой бой. Ну, достаточно простой бой. Получается вниз, зажали, вверх, вверх, зажали. Ты прям молодец. Прям у тебя замечательно получается. Я в восторге. Так, хорошо, давай попробуем. У меня еще одно произведение. Произведение есть другое. Вот как раз с аккордом, который мы отрабатывали. Я его почему хорошо знаю? Я песню на нем знаю. А, ну да, давай, давай, я посмотрю. Музыка да что ты меня очень удивил ну ладно так вот что делать будем упражнение паучок знаешь я думаю можно уже не паучок я готов я даже не знаю чему тебя я занимаюсь недавно ну очень продуктивно спасибо ребят у меня для вас есть очень хорошие новости в общем как вы знаете я открыл свою гитарную академию где я учу людей играть на гитаре сейчас открыт набор на первые курсы там уже почти не осталось мест а стоимость первого курса составляет 1000 рублей то есть на эти деньги даже один уроку преподавателя гитары не не возьмешь вы получаете больше 15 видеоматериалов проработанных мной и с другими преподавателями короче очень качественно первый курс для тех кто неуверенно играет хочет вспомнить а также для тех кто с самого нуля хочет научиться играть на гитаре там очень много классного материала как играть правой рукой техника постановка правой руки техника постановка левой руки куча разных упражнений научимся читать табы научимся играть ритмично и в общем много чего другого поэтому жду всех на первом курсе если ты еще не с нами то самое время присоединиться потому что скоро выйдет второй курс где мы научимся по-настоящему вжаривать фингерстайл чтобы вы понимали насколько я запарился над качеством академии над качеством курсов. Мы арендовали супер крутое оборудование у ребят из фото-видеокуб. Это аренда оборудования в Санкт-Петербурге. Думаю, те, кто занимается съемкой, точно их знают. У них можно арендовать любую технику. У них даже есть ютуб-канал, где они рассказывают, как и на что снимать. Так что всем блогерам советую глянуть. И теперь они партнеры моей академии. Это очень классно. И это значит, что все будет супер качественно. Все. Присоединяйся. Ссылочка в описании. Жду тебя на первом курсе. А потом и на втором. Давай начнем с того, что я тебе скажу, как правильно нужно держать гитару. А я знаю. Видишь эту часть? Я знаю. Видишь эту часть? Хорошо. Хорошо, что ты знаешь, но все равно посмотри. И нужно, соответственно, положить ее на ногу таким образом. Вот так правильно держать. Понял? Да. Хорошо. У меня есть опыт. Я год уже играю. Сколько тебе лет? Мне восемь. Восемь? Ну, выглядишь все-таки чуть постарше. Я тебе двенадцать дал. Андрей, смотри. Вот эта часть гитары называется лады. Вот это резонаторное отверстие. Резонаторное отверстие. Запоминай. Чтобы звук был максимально хорошим, держишь руку всегда около резонаторного отверстия. чтобы звук был максимально хорошим. И для того, чтобы менять звук, мы переставляем пальцы соответственно здесь. Как я сказал, это называется часть гитары? Лады? Только что говорил. Лады. Сыграть Чайковский. Какой лебезинозер. Потому что ты год играешь, но давай я сначала тебя научу основным вещам, чтобы у нас все было четко с тобой, а потом ты уже сыграешь. Смотри сюда внимательно. Видишь, центральная линия грифа. Вот большой палец большой палец должен быть всегда находиться на ней. как ты сейчас большой палец зажал. Это неправильно. Видишь, посмотри, где у тебя большой палец. Вот. Значит, он должен быть всегда на центральной линии грифа. Так? А пальцы перпендикулярно перпендикулярно чему? Грифу. Правильно. Да? Да. Ну вот и молодец. Извините, я вот хочу вот в таком стиле играть. Ну, я уже играю в нем, начал разбирать в нем произведение и можно покажу, что вот Да. В чем? Понял, понял. Ну, это, конечно, так. Я тебе скажу по-честному, ну, минимум лет пять надо заниматься в музыкальной школе. Это усердная работа, это не просто так все. Ты не подумаешь, что ты вот включил один раз, послушал, там, чуть-чуть поучился и у тебя сходу все пошло. Не, так не пройдет. Вот так. Ну, так я же уже умею играть. Ну, я могу показать. Ну, хочешь, покажи, давай. Ну, и вот это что? Ты можешь попробовать все, что угодно, но вот я тебе сразу скажу, палец ты неправильно уже держишь. Можешь так попробовать, но это неправильно. Можешь так попробовать, вот так. А сколько ты говоришь занимался? Год. Ну, год. В музыкальной школе, да? Нет, сам дома по видео. А что, ну, что сегодня будем делать дальше? Ну, хочешь, аккорды тебе покажу. Аккорды? А, какие? Аккорды, да. Ну, я знаю вот эти базовые. Привет. Здрасте. Как меня слышно? Паша, верно? Да, да. Я рада приветствовать. Да, все хорошо. Я рада тебя приветствовать. Меня зовут Анастасия. Мы с тобой будем проводить сейчас наше первое занятие. А оно является ли первым для тебя вообще? Первым вообще? То есть, ну, может, ты раньше что-то играл, что-то умеешь, или ты сейчас пришел с нулем, и мы будем делать какую-то базу элементарную закладывать. Ну, я уже, можно сказать, профессионал в этом деле. Ну, как? Ну, мне так кажется. То есть, я занимался... Ну, занимался. Отлично. Вот. Ну, хорошо. Сыграешь тогда сейчас? Настроена? Маш, у тебя гитара расстроена абсолютно сейчас. У тебя есть приложение тюнер? Да. Все, отлично. А вообще, чем... Можно, да? Что могу? Чтобы я примерно понимала, с чем имею дело, сыграть что-нибудь на свой вкус. Да. Ты, по-моему, говорил из «Сумерек» песенка. Да. Фильм... Все, отлично. Сумерки. Очень волнуюсь. Прям руки трясутся. Я никогда просто ни перед кем не играл. Да ничего страшного. Ладно, не бойся. Сыграй. Я не кусаюсь. И через экран я тебе в любом случае голову пока не откушу. А чем мы будем вообще сегодня заниматься? Я вот просто на уроке первый раз. А! Я думала, если у тебя нет базы разобрать несколько упражнений самых легких, но если ты что-то умеешь все-таки, то можно сыграть песню «Воседу левогороди». Она легкая, быстро разбирается и там делать нечего. А можете показать? Ну вот. Спасибо. Это я уже смогу сегодня сыграть? Это ты сегодня уже сможешь сыграть. В конце урока даже может ближе к серединке. Если... Ну, как пойдет. «Сумерки» сыграю сейчас. Но это я не за один урок сразу говорю. Это я занимался... Хорошо, я тебя слушаю. Просто мне нужно понять, с чем мы имеем дело сейчас. Конечно. Не переживай. Я могу закрыть глаза. Не надо. Я первый раз играю перед... Ну... плохо слышно тебя совсем. Еще раз скажи, пожалуйста. Я первый раз перед девочкой играю. Ну, а для чего ты учишься на гитаре играть? Что бы... Что бы... И что бы нравилось всем. Все, я играю. Круто. Давай, не бойся. Круто. Давай, не бойся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok дублем сделать. Короче, всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то оцените его лайком. И 100 тысяч лайков у нас будет следующая, четвертая часть. А также я хочу рассказать вот про это. Многие меня спрашивают, откуда у меня это. Ладно, шучу. Это просто подводка такая. Короче, ребята из Neon Weekdays Прислали мне эту вывеску бесплатно. Я хочу вам рассказать немножечко. Короче, если вы хотите себе неоновую вывеску Я путаюсь, у меня тут зеркально все. Если вы хотите себе неоновую вывеску По вашим желаниям, какие вы хотите Такую вам и сделают. Там вот 800 рублей. Приходите вот к Neon Weekdays Ребятам из... Это Инстаграм. Вот. Также они сейчас проводят розыгрыш Вывесок бесплатно. Просто подпишись на них и будешь участвовать. Ну, там все условия, короче, в Инстаграме. Все. Ребята, на этом все. Спасибо вам большое еще раз за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok